На этом видео мы с вами пройдем еще один стих из книги Мишлей, 16 глава, 5 стих. Товат хашем коль гва лейв. Отвратительно перед Всевышним, противно Всевышнему, любой, кто имеет гордость, да, гва лейв, так сказать, с наглым или гордым сердцем противен Творцу. Вторая часть стиха не очень ясен смысл этой идиомы. Яд ли яд, ло инаке. Яд ли яд это наверняка идиома, и еще раз встречается в книге Мишлей, во всем Танахе только два раза встречается такое выражение, оба раза в книге Мишлей. Яд ли яд, дословно рука к руке, рука за руку, ло инаке, не будет просчет. Возможно, интерпретация этого дематического выражения, это либо что сразу Всевышний накажет гордеца, либо что Всевышний наказывает его меда кинэгадмеда, наказание соответствует провинности, либо что яд ли яд здесь это Всевышний обязательно его накажет. Так здесь выглядит из арамейского перевода. А может быть, он интерпретирует как слово ид. Есть такое слово несчастье, разрушение. Во всяком случае, общий смысл стиха, что Всевышнему очень противны гордецы. Так говорит Талмуд, что гордый человек, он фактически не может находиться в одном пространстве, если можно так выразиться, с присутствием Всевышнего, со шхиной. То есть в каком-то смысле Всевышний говорит, либо я, либо он. Невозможно находиться в одном мире с гордецом. Всевышний создал весь мир и дал человеку какое-то пространство. Но если этот человек гордится, то он как бы отодвигает присутствие Всевышнего из этого места. На самом деле, есть даже мнение некоторых решений им, что гордиться — это отдельный запрет Торы. Из этой как раз у Гиталмуда учат, что в каком-то смысле этим забываешь Всевышнего. Что это тоже запрещено. 1.613 заповеди не быть гордецом. Но по большинству мнений это не является отдельной заповедью. Но как я уже говорил в других местах, многие важные фундаменты Торы не являются отдельными заповедями. Они в каком-то смысле даже в большей степени важны. В основном, в случае они более фундаментальны, чем даже заповеди. Вот, например, качество. Спрашивают многие мудрецы, почему качество в Торе, как правило, не описывается как отдельные заповеди. Не злись, не гордись, по мнениям, по которым это не является отдельной заповедью. Но на самом деле качества, они фундамент, на которых базируется вся остальная жизнь. Если человек разовьет свои качества так, что он не будет гордиться, не будет завидовать, не будет злиться, то ему будет легко соблюдать в основном заповеди. А с другой стороны, у человека, у которого есть все плохие качества, ему очень трудно будет соблюдать заповеди. Поэтому в каком-то смысле качества, они еще в большей степени фундаментальны, чем даже заповеди. Пишет, или скорее даже рассказывал, наверное, некоторые из писаний Рави Хескеля Левенштейна. Это не он писал, а записали по его аудиоурокам. В всяком случае, рассказывал или писал Рави Хескель Левенштейн. Он был такой великий мудрец Мусара. Он был мажгехом в Ешеве Мире, в Ешеве Понович. Так вот, он говорит, что мы, например, часто раскаиваемся из-за реальных нарушений заповеди каких-то. Если человек даже случайно какую-то заповедь нарушил, бывает, что это я от себя добавляю, чтобы развить его тему. Если даже случайно человек нарушил, например, кашрут, выяснилось, что у него что-то не кашерное. Вот представьте себе, что забыли посолить мясо. Было мясо куплено свежим. Обычно у нас сегодня в магазинах уже солят, но, допустим, мясо купили свежее и забыли посолить. И так вот его сварили и съели. Эти люди, наверное, будут поститься, бить себя в грудь, говорить, какой я грех великий совершил. Что, в общем, правда, действительно серьезное нарушение. Хотя, по многим мнениям, вареная кровь запрещена уже не из Торо, а только раввинским запретом. Ну, по крайней мере, люди даже за случайный грех кашенности обычно очень серьезно к этому относятся. И очень им противно, им буквально тошнит, как я мог есть кровь, да. Тор вверхи шамер, будь очень осторожен, чтобы не есть кровь. В общем, очень люди будут серьезно к этому относиться. У нас был случай, когда в Манси поймали человека, который выглядел как религиозный еврей, и вел себя как религиозный еврей. Оказалось, что он кормил людей некошенным мясом, некошенной курицей. И было совершенно невероятно. Шуба сделана всеми, кто у него покупал. Они там постились. В общем, этот человек сбежал. У него, конечно, будущего уже нету в этой общине, если он кормил людей некошерным, да, мясом некошерным, курицей некошерной пусть. Да, это очень серьезно все было. Хотя люди, которые у него ели, они, в общем, ничем не виноваты. Это была мама, что же называется анус, что они полагались на кошерность. А что им еще остается? Они же не могут проверять за каждым мясником. Он выглядел как кошерный человек и вел себя как кошерный человек. И на него можно было полностью полагаться. У него была хорошая хашгаха. И тем не менее, когда люди узнали, что они ели случайно, даже не случайно, а бионис, не кошерное, это было невероятно, что это шуба сделано. Потому что это очень все серьезно. И люди понимают, что это серьезно. Так, когда продолжает Равриканский Древненштейн, что в отношении, скажем, гордости, что-то не видно, чтобы люди очень уж расстраивались. Что как бы работать над этими качествами люди как бы не привыкли. Им кажется, что это мелочь. А это не мелочь. Это не мелочь быть противным Всевышнему. Стих говорит, что гордец против Всевышнему, значит, это не мелочь. Нужно над этим тоже работать. И, может быть, даже важнее над этим работать. В самом случае, не менее важно, чем над практическими заповедями конкретными. Вот такой очень важный урок. Если вам нравится это видео, жмите лайк.